Сегодня мы поговорим о самом, наверное, неприятном, что происходит в сфере миграции. Это введение в заблуждение. Особенно это связано с дельцами в Кыргызстане. Мне часто попадаются люди, которые идут в посольство США с непонятными бумагами, с поддельными документами. Взаимодействуют на этих этапах с предприятиями, с компаниями, которые берут очень большие деньги. В цепочке также участвуют посредники. Такие у меня был случай, когда девочка отдала деньги, 10 тысяч долларов, своей тетке. Это была родная сестра ее матери. Тетка освоила эти деньги, 5 тысяч долларов, но другие 5 тысяч долларов компания сделала поддельные документы. Это была справка с работой, с несуществующей работой. Это была справка на деньги, которых у девочки никогда не было. Ей вклеили липовые шенгенские визы, изготовленные на качественном принтере. И она пошла в посольство. Через 20 минут она вышла в слезах. Сейчас в данный момент в Бишкеке есть дельцы, которые готовят кейсы, липовые кейсы на убежище. Отправляют своих земляков в США, сознательно толкая их на то, что люди могут реально получить тюремный срок заведения в заблуждении миграционной власти в Соединенных Штатах. Если вы обманываете, например, сотрудников консульской службы, вы находитесь в своей стране. Вы для закона Соединенных Штатов иностранный гражданин. Фактически с вами ничего сделать нельзя. Максимум можно вам поставить три жирных восклицательных знака в бумаге с отказом, с 214 Б, поставить вас как-то на какой-то особый контроль и навсегда закрыть вам визу. Но здесь чуть-чуть другое. Здесь вы едете в США, вы проходите очень реальную ситуацию в Департаменте внутренней безопасности на границе. Если выяснится там, что вы обманываете, вводите в заблуждение, в лучшем случае вас депортируют и депортируют пожизненно. В худшем случае вы въедете в США дальше и там вас арестуют. И вы реально получите тюремный срок. И за это можно действительно получить большой срок. У нас на нашем канале есть консультация юриста, рейтинговый юрист из Нью-Йорка. Он как раз рассказывал о том, что происходит с людьми, которые вводят в заблуждение американские власти. Американцы принимают всех, они открыты для всех. Но самая большая ошибка считать, что можно их обмануть и за это ничего тебе не будет. Это на самом деле заблуждение. Люди, которые вас отправляют из Бишкека, это люди, до которых американцы вряд ли дотянутся. Но вы рискуете собой, вы рискуете своими семьями. Вы идете туда, где за любую ложь могут быть против вас санкции. Причем это будет все серьезно. Вот допустим, вчера мне звонила женщина, которая планирует поехать с помощью как раз вот этого дельца в Соединенные Штаты по направлению религия. Она никогда не имела отношения к религии, но ей обещали за энную сумму денег подделать справку о том, что она имеет отношение к американской церкви в Бишкеке, что она посещает волонтерские мероприятия, участвует в миссионерском движении. И вот с этим она планирует идти подавать на убежище в Тихуану. Ну, посмотрим. Я вам скажу, что сейчас тысячи человек за этот год, у меня есть статистика, подали на убежище на границе в Тихуану. Из них порядка 60% находятся в данный момент на особом контроле. В Департаменте внутренней безопасности есть специальный отдел, который занимается конкретно гражданами Кыргызстана, потому что из этой страны идет вся ложь, обман, подделки и так далее. Из этой страны ловят семьи, которые вводят в заблуждение. Ну, честно говоря, люди, которые это делают, они мало того, что они просто подрывают и дискриминируют рынок, а людей, которые действительно профессионально занимаются подготовкой кейса, они еще подставляют своих земляков под статью. Это большая ошибка, я не знаю, как это назвать, но это ненормально. Скажу сразу, ребята, те, кто смотрит наш канал, особенно те, кто помогает в Бишкеке, с подобного рода мероприятиями. Если мне попадут ваши данные, если я узнаю, кто вы, я обязательно переправлю это в службу внутренней безопасности, в Калифорнию, чтобы вы тоже оказались на особом контроле. Потому что то, чем вы занимаетесь, это не совсем прилично и не совсем честно. Теперь я вам расскажу про то, что нужны ли эти доказательства, сделанные на бумаге и фальшиво. Если взять, допустим, направление ЛГБТ, у них нет вообще прямых доказательств. Но, тем не менее, эти кейсы самые выигрышные. Почему? Потому что существует так называемый поток ноль, так называемые внутренние переживания, которые стоят, используются на суде намного выше, чем то, что предоставляете им вы. Все прекрасно понимают, что в любой стране СНГ можно купить любую бумажку, и правильно подготовившись, использовать ее и вводить в заблуждение. Но внутренние переживания, ну, вы никогда не сможете, допустим, если у вас реально были внутренние переживания, перехитрить психолога. А они будут в процессе. Ребята, которые проводят с вами интервью, это очень сильные психологи. Итак, привет тем, кто наживается на беде и на горе своих земляков и соотечественников, а к вам, люди, которые реально хотят поехать по эмиграции, подумайте, 10 раз подумайте, прежде чем платить кому-то деньги и создавать себе липовые бумаги. Я вам скажу, что 99,9% людей, которые уезжают из своей страны, они уже имеют основания для того, чтобы подавать на убежище. Вопрос в том, как собрать с них информацию, как получить эту информацию, каким образом использовать ее, сделать ее сильнее и выигрышнее. Вот и все. Удачи вам в эмиграции. Подписывайтесь на наш канал. Всем всего доброго. Пока.